Сьюзен Хэйвард, американская актриса, которая начинала профессиональную карьеру как фотомодель, а затем переехала в Голливуд, чтобы сниматься в кино. Благодаря своей решимости и трудолюбию простая девушка из Бруклина смогла пробиться на вершину киноолимпа и получить одну из самых престижных наград в области кино – Оскар. Сьюзен Хэйвард при рождении Эдит Маринер появилась на свет 30 июня 1917 года в пригороде Бруклина в Нью-Йорке. Ее отец Уолтер Маринер работал охранником в метро, а мама Эллен Пирсон была стенографисткой. Сьюзен была самой младшей из трех детей в семье. У девочки была еще старшая сестра по имени Флоренс и брат, которого звали так же, как и отца, Уолтер. Окончив школу вместо профессии секретаря, она решила попробовать свои силы в качестве модели в Нью-Йорке. В 1937 году состоялась встреча, которая изменила будущее Сьюзен. Знаменитый американский сценарист и кинопродюсер Дэвид Селзник увидел ее на обложке журнала и пригласил в Голливуд, чтобы поучаствовать в кастинге на роль Скарли Тахара в фильме «Унесенные ветром». Она провалила кинопробы, а Селзник посоветовал ей забыть о Голливуде и вернуться домой. Но актриса полна была решимости покорить американскую киноиндустрию, и судьба подарила ей второй шанс. Она случайно встретила продюсера Бенни Мэтфорда. Актрисе удалось убедить его дать ей роль, а он настоял на псевдониме Сьюзен Хейвард, который позже будет вписан в киноиндустрию Голливуда. Основная причина смены фамилии состояла в том, что она должна была напоминать зрителям об их любимица Рити Хейвард. Сьюзен дебютировала в Голливуде в 1937 году. Ей дали небольшую роль в фильме после подписания контракта с Warner Brothers. В 1938 году она смогла получить эпизодические роли сразу в двух картинах «Девушка на стажировке» и «Комета над Бродвеем». Первая же знаменитая работа в карьере Сьюзен случилась в 1939 году. В приключенческом боевике «Красавчик жест» она выступила в роли молодой невинной девушки, которая теряет своего жениха во французском иностранном легионе. После выхода этой картины в прокат на начинающую актрису обратили внимание. В 1940-е годы Хейвард много работала и с каждым новым фильмом мнение об ее актерских способностях улучшалось. В 1941 году она снялась в фильме «У Адама было четыре сына», исполнив одну из ключевых ролей вместе с выдающейся американской актрисой Ингрид Бергман и Уорнером Бакстером. В этом же году она предстала в образе корыстной молодой девушки Милли Пеккенс в криминальной драме «Среди живущих». Однако актриса не была удовлетворена количеством ролей, которые ей предлагали. Она решилась на разговор с главой Paramount, после которого начала получать самые интересные предложения в кино. Среди них работа в мелодраме режиссера Сесила де Миля «Пожнешь бурю» 1942 года с Палет Гадар и Джоном Уэйном в главной роли, а также съемки в романтической комедии «Я женился на ведьме» 1942 года. В 1944 году в прокат вышел фильм «На линии огня» – военной драме, повествующей о событиях времен Второй мировой войны. Актриса выступила в творческом союзе с едва ли не самым востребованным голливудским актером того времени – королем вестерна Джоном Уэйном. В 1947 году актриса сотрудничала с независимым продюсером Уолтером Вангером, работая над картиной «Катастрофа. История женщины». Она исполнила роль замужней певицы, которая страдает от алкогольной зависимости. За эту работу Хевард получила свою первую номинацию на премию «Оскар» как лучшая актриса, но ей не удалось обойти знаменитую американскую актрису Лоретту Янг. В 1949 году она получила свою вторую номинацию на «Оскар» за роль в фильме «Мое глупое время», где она вновь предстала в образе женщины-алкоголички. Три года спустя Сьюзен подписала контракт с крупнейшей в Америке киностудией «20 век Фокс». После этого она сыграла Джейн Фроман в биографической драме с песней «В моем сердце». Этот фильм принес ей третью номинацию на «Оскар». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Энергичная рыжеволосая дива продолжала оставаться в центре внимания публики в течение 50-х годов. В 1955 году актриса исполнила лучшую в своей карьере роль. В картине «Я буду плакать завтра» она сыграла звезду Бродвея и Голливуда Лиллиан Роуд, которая после 16 лет алкогольной зависимости сумела вернуться к нормальной жизни. За эту свою работу Хейвер получила четвертую номинацию на «Оскар». В 1958 году актриса получила приглашение исполнить роль преступницы Барбары Грэхэм в биографической картине «Я хочу жить». История, повествовавшая о жизни американской убийцы, получила 6 номинаций на «Оскар» и принесла Сьюзан долгожданную победу в этой престижной кинопремии. Кроме того, она была награждена «Золотым глобусом» как лучшая актриса. После получения главной награды американской киноиндустрии Хейвер вступила в полосу кризиса. Кинокритики обвиняли ее в растущей склонности к сентиментальным ролям. В 1964 году она была вынуждена объявить о своем уходе из большого кино. В 1944 году Сьюзан вышла замуж за актера Джесса Баркера. Этот брак продлился 10 лет. В этом союзе у актрисы родились сыновья-близнецы Тимати и Грегори. Этот брак был описан в колонках сплетен Голливуда как «Турбулентный». Они развелись в 1954 году, после чего Хейвер предприняла попытку самоубийства. В 1957 году Хейвер вышла замуж за бизнесмена и владельца ранчо, бывшего федерального служащего Флойда Итана Чокли. Этот брак оказался счастливым, но окончился трагично. Чокли умер 9 января 1966 года и Хейвер погрузилась в многолетний траур. Она мало снималась в кино в течение следующих лет и переехала из Джорджии во Флориду, потому что она не могла жить в ее прошлом доме после смерти мужа, а еще позже переехала в Калифорнию. Последние два года своей жизни Хейвер боролась с опухолью головного мозга. Ей был поставлен диагноз в 1973 году. 14 марта 1975 года у нее случился припадок у себя дома в Беверли-Хиллз, после которого она скончалась в тот же день. Ей было 57 лет. Похороны актрисы состоялись 16 марта в Карлтоне, Джорджия. Многие связывают ее смертельную болезнь со съемками фильма «Завоеватель» в Неваде, близ Невадского испытательного полигона, где в 1953 году проходили испытания ядерного оружия. Всего в съемках принимали участие 220 актеров и членов съемочной группы, из которых к концу 1980-х годов, согласно журналу People, разными формами рака заболел 91 человек. 46 человек, включая Джона Уэйна, Агнес Морхет, Дика Пауэлла и саму Хейвард не смогли победить болезнь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА